Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я рада вас приветствовать в учебном центре «Специалист», который, как вы знаете, является номером один компьютерных курсов как по Москве, так и по всей России. Не побоюсь этого слова, это действительно так. За 27 лет, которое исполнилось нашему центру в прошлом году, он успел обучить более миллионов выпускников, слушателей, уже большинство вас, в том числе, тоже являются выпускниками нашего курса, нашего центра. Также у нас есть корпоративные клиенты, их более 30 тысяч, российских и зарубежных, в формате обучения для организаций, больших-больших организационных групп, ну и более тысячи курсов, есть что выбрать. Целых 80 учебных классов и 5 учебных центров по Москве у нас представлены. Немножечко о себе расскажу. Меня зовут Сурначева Александра. Я являюсь фронт-разработчиками в настоящем моменте в институте НИИ МОСТРАНСПРОЕКТА. Стружусь на наш московский транспорт, собственно, разрабатываю транспортную инфраструктуру на карте города Москвы. Да и не только Москвы, еще и регион. Также начинала свою карьеру на языке программирования C++, разрабатывала систему коммерческого учета электроэнергии для ПАО МАЭСК совместно с разработчиками ПАО МАЭСК. Также успела поработать на языке программирования КНУЖа. Мы разрабатывали СМС, систему для администрирования сайтов. По пути параллельно в настоящий момент, помимо нашего московского транспорта, также преподаю здесь в учебном центре специалист по направлению веб-программирования. Собственно, какие курсы у меня есть? HTML и CSS, все три уровня, первый, второй, третий. Хотите пройти со мной от самых начала до самых сложных моментов, собственно, приходите, обучу, научу, расскажу и покажу. Также фронт-разработка, курсы JavaScript, первый и второй уровень, основополагающие моменты для того, чтобы стать полноценным фронт-разработчиком. На каждой из этих курсов у вас в презентации есть ссылочки, можете пройтись, посмотреть, какие там есть программы, что именно входит в каждый конкретный курс. Ну, а также по веб-направлению у нас достаточно обширная сетка. Наше направление идет основой как HTML-курсы, конечно же, не программирование, это у нас язык разметки HTML, после него мы программистами не станем. Три курса HTML, также можно посмотреть фронт-разработка, веточка по JavaScript, бэк-разработка, Node.js, PHP, ну, а также работа с известными CMS-системами, такими как Joomla, Drupal, WordPress, 1S-Bitrix, в том числе, как с ними работать, как с ними подружиться, как их заставить работать на вас. Какие инструменты мы сегодня будем использовать для того, чтобы наше пребывание было удобным и комфортным? Во-первых, это текстовый редактор Sublime Text. Один из самых легких, самых быстрых и бесплатных текстовых редакторов. Это не система, это не IDN, но Sublime Text позволяет нам быстро и легко сделать много интересных разных вещей. Для того, чтобы установить Sublime Text, на презентации есть ссылочка sublime-text.com.slash3, третья версия нашей программы. Соответственно, там вы найдете для себя, для нужной операционной системы, нужный дистрибутив. Sublime Text является кросс-операционной системой. Он устанавливается как на Windows-машины, так и на Macintosh, MacOS и Ubuntu в том числе, Linux-систему. Также нам потребуется плагин Emmet, с помощью которого мы и будем вершить чудеса нашей разработки на сегодня. Плагин Emmet я установлю на Sublime Text. Сейчас нам нужно установить пакет Install Package и в предлагаемом окошечке, который сейчас появится, установить плагин Emmet. Sublime Text показал, что плагин был успешно установлен. Соответственно, нам нужно создать два файла для работы, для создания нашего меню. Первый файл, конечно же, это индекс HTML. Установим его на рабочем столе сначала. Так, угу, отлично. И создадим здесь файл index.html. Ну и для того, чтобы наше меню было красивым, динамичным, конечно же, нам без CSS каскадных таблиц стиля не обойтись, поэтому новый файл создаем, сохраняем его как style.css в этой же корневой директории. Ну что ж, теперь поехали вершить магию. Для того, чтобы нам создать меню, в первую очередь надо его сделать, надо его создать. Обратите внимание, презентация у вас уже написана полностью с помощью плагина Emmet, как сделать меню. Сейчас я буду делать это при вас вместе с вами. Ну и поехали. Первое, с чего мы начинаем, это костяк основного сайта, собственно, восклицательный знак. Потом внутри моего сайта я создам класс container, главный родительский элемент, внутри которого будет находиться весь сайт, включая мое меню. В дальнейшем у нас появляется элемент nav. За что отвечает элемент nav? Это наша панель меню навигации. Внутри элемента nav уже теперь идет непосредственно список u с классом меню, и внутри него будут находиться пять элементов li. Внутри меню у нас может находиться только ссылка a. В принципе, мне для li даже класс и не нужен. У меня за все будет отвечать главный класс в меню. Ссылки a и с каким-то описанием. И таких у меня элементов li будет пять. Пять вложенных дочерних элементов. И обратите внимание, написав очень странные символы и нажав на клавишу табуляция, что я получаю в итоге. В итоге я получаю внутри body элемент div с классом container, навигационная панель, меню u с классом menu, и пять наших li, 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 li и так далее. Сколько надо было, столько у меня и получится. Далее. Что мне надо сделать дальше? Чтобы наше меню выглядело хорошо, конечно же, его надо стилизовать. Поэтому не забываем подключить файл со стилями. Element link. И у нас уже есть готовый файл style.css. Так, отлично. Ну и теперь уже давайте-ка с помощью плагина того же самого emet стилизуем уже непосредственно меню. Ну, во-первых, мы сделаем css-сброс. Такой маленький css-сброс. Понятное дело, что не большой и толстый, как файл reset css и так далее. Margin 0, padding 0. Так. Ну и, допустим, font family я задам по умолчанию sun series. Обратите внимание, вот у меня для каждого элемента у меня будет шрифт без засечек с нулевыми узпами, маржинами и патинками. Идем дальше. Дальше для элемента html я задам шрифт font size, который будет в дальнейшем у нас являться 1rem. Пусть 1rem это 25 пикселей. Также стилизую сразу по умолчанию элементы а. Элементы а ссылки. У них есть свои собственные свойства, созданные браузерами. Это нижнее подчеркивание плюс дополнительные цвета синий, фиолетовый. Нам это, в принципе, не надо. Зачем лишнее переделывать? Text decoration non и дополнительно color in here. Что значит color in here? Это значит, что если у моего родительского элемента, например, в данном случае ли, будет цвет ссылки, цвет текста какой-нибудь зеленый, то ссылка унаследует цвет текста от родительского элемента. Достаточно удобный момент. Идем дальше. Последнее, что нам надо сделать, это для элемента you, в принципе, задать list style type known, чтобы у нас не было никаких лишних маркеров. list style type known. Обратите внимание, мне достаточно по одной буковке каждого свойства забивать, чтобы плагин Emmet отработал так, как мне надо. Ну, в таком случае у нас получается уже примерно вот такая ситуация. Открываем браузер. Вот они, мои ссылочки, ровные, аккуратные, 25 пикселей по размеру, чуть больше, чем обычный. И шрифт sans серия, никаких маркеров дополнительных нет. Это мы сделали небольшой CSS-сброс. Теперь, конечно, нам надо сделать с вами уже стилизацию. Давайте разделим, собираем текст на два экрана, чтобы удобно было работать и с HTML-кодом, и с CSS-кодом. Немножко уменьшим. Отлично. Класс контейнер. Главный наш элемент, внутри которого располагается весь сайт, контейнер. Вот он, внутри body. Что я для него задам? Ну, во-первых, допустим, максимальная ширина моего контейнера будет 999 пикселей. Хочу сделать так. Не 1000, а на 1 меньше. Так очень любят делать, особенно при ценах. Далее. Задам ему бэкграунд. Какого цвета сделать там наш контейнер? Ну, пусть он будет какой-нибудь светло-светло-серый. А-а-а. Да. Минимальная высота. Минимальная высота моего контейнера. Пусть будет 100 viewport, 100 vh, чтобы, если вдруг будет больше элементов, соответственно, он мог дальше увеличиться. А так пусть будет 100 vh. Ну, и чтобы он был по центру, если ширина моего контейнера будет меньше, чем ширина экрана, соответственно, margin auto. И вот, пожалуйста, наш контейнер. Сейчас будет достаточно хорошо выглядеть. Масштаб 100%. И вот, пожалуйста, 999 пикселей по ширине. И у меня остаются margin уступы справа и слева. Далее, конечно, нам надо стилизовать наше меню. Панелечку меню сделать. Она будет у нас сверху. И все элементы ли будут располагаться по горизонтали. Класс меню. Что нам надо для класса меню? В принципе, пока что ничего. А вот для элементов ли я использую здесь контекстный селектор. Причем селектор на дочерний элемент. Только для тех элементов ли, которые будут находиться внутри элемента с классов меню. И мы используем дисплей inline-блок. Да, не удивляйтесь, пожалуйста, у нас есть очень много разных типов дисплеев. Но основополагающий, который надо понимать, как он работает, это дисплей inline-блок. И для того, чтобы мое меню не поехало, я задам дополнительно vertical align top. Так, далее. Ширина каждого моего элемента ли должна равняться 1,5 от размера родителя. 1,5 от 100% это 20%. Соответственно, в 20% используется. Так, сделаю ему небольшой бэкграунд. Пусть он будет белым. Бэкграунд белый. И цвет текста хочу сделать синим. 0,0,F. И, пожалуйста. Вот они наши элементы меню ли. Но тут возникнет страшная проблема, которая нас ожидает всегда, когда мы работаем с дисплеем inline-блок. Это страшная проблема, называется пробел. Ужасный, страшный пробел между вот этим закрывающимся тегом ли и его соседним открывающимся. Да, вот этот тентер как раз-таки символизирует при inline-блоках у нас пробел. Чтобы исключить такой ужас, конечно же, единственное правильное решение, я не побоюсь этого слова, это обнулить шрифты у родительского элемента font-size 0. Ну, а раз мы обнуляем шрифты у папы, не забываем вернуть его у ребенка. У дочернего элемента li, font-size. И вот теперь причина, по которой я задавала один рем. Чему у нас так? Очень интересно отработал у нас сейчас Emmet в данной версии Sublime. Ничего страшного. Почему-то style, size на style по мне. Проверим. Ну что ж, на разных системах может Emmet чуть-чуть ошибаться. Это ничего страшного. В разных программах, кстати, тоже бывает по-разному. Ну что ж, идем дальше. Вот он мой один рем. И, соответственно, элементы li у меня по размеру равны 25 пикселям. Размер шрифта. Хорошо. Раз мы все сделали, соответственно, можно посмотреть. Вот они, мои элементы li, появились. Можно сделать их чуть-чуть похруппнее. Но в дальнейшем мы это преобразуем и дополнительно. Что хочется сделать для этого меню? Чтобы оно реагировало на наведение мышки. Поэтому для элемента li, меню li, причем, конечно же, прямой потомок, хавер, при наведении мышки давайте поменяем ему задний фон. Бэкграунд. Сделаем его, инвертируем его. Бэкграунд будет синий, 0, 0, f, а color, цвет текста, будет наоборот белым. Так, отлично. Ну и теперь мы можем посмотреть, что у меня меню теперь реагирует на мышку. Пожалуйста. Вот таким вот образом. Но пока что, обратите внимание, меню у меня реагирует только на... Лапка мышки меняется при наведении на текст, но не меняется при наведении на сам элемент li. Это плохо, конечно же, надо это исправить. Для этого я сделаю обманный маневр, можно так его назвать. Класс меню. И внутри него для всех элементов а я задам стили. А именно, сделаю элемент а блочным элементом. Никогда, ни в коем случае не задавайте внутри элемента а дивы. Это неправильно, абсолютно неверно. Но можно стилизовать саму ссылку элемент а как блочный элемент. Дисплей блок. Высота этого блока будет 50 пикселей. И чтобы у меня текст по высоте был по центру, дополнительно я задам ему еще line height 50 пикселей. Ну и чтобы у меня были хоть какие-то отступы, какое-то воздушное пространство текста от меню, я задам ему padding по 10 пикселей. И обратите внимание, как сейчас поменяется мое меню. Оно сбежало. Проверяем, что пошло не так. Ага, конечно. Все правильно. Высота в паддинге. Так, все у нас в паддинге спорти. Ага, вот оно что. Высота line height у нас 50. Почему-то от пикселей не отработали. Интересно. Все, отлично. И вот, обратите внимание, у меня менюшечка, она живая. Теперь у меня лапка мышки реагирует уже при наведении элемент ли, поскольку у меня элемент а является вот прям полностью-полностью внутри элемента ли, заполняет все его пространство. Очень удобно. Меняется элемент ли, но визуально пользователь нажимает на элемент а. Но это было только начало, потому что меню у нас динамически может жить только, когда есть выпадающий список. А чтобы нам сделать выпадающий список, нам надо добавить блок саб-меню. Внутренний блок саб-меню. Ну и давайте во ссылочку, давайте во вторую и в третью добавим немножко саб-меню, вложенных списков. Это будет элемент ul, внутри которого будет находиться класс. Так, ul с классом саб-меню. Вот так вот. Внутри которого будут находиться элементы ли, конечно же, с элементами а в комплекте. Саб-линк. Ну и, допустим, саб-линков у меня будет здесь 4 вложенных в список. Раз, два, три, четыре саб-линка. А вот в третьем меню, ну давайте, какие варианты, сколько сделаем? 6. Хорошо. Саб-линка умножить на 6. Но я сделаю еще один с финт ушами. Я хочу, чтобы у меня следующий вложенный список начинался со следующего числа, то есть с петель. И вот, пожалуйста, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вложенные списочки. Сейчас визуально, конечно, наш саб-линк будет выглядеть унаследованно от своего родительского элемента. То есть так же, как и родитель. Высота теперь моего ul, моего li, который находится в классе меню, будет равен высоте всего, что внутри него находится. Это надо, конечно же, изменить. Ну и поехали. Следующий стиль мы уже прорабатываем для саб-меню. Вложенный список саб-меню. Высота моего списка саб-меню будет равна нулю. Далее, чтобы у меня не выходил список, вообще все, что внутри него вложено изначально, то есть его, чтобы не было, overflow hidden задаем, чтобы ничего не видеть вообще, шаг в правый, шаг в левый, расстрел. Задний фон будет белым, F. Так, цвет текста также останется синим. Вот эта вот страшная вещь появится чуть позже. Саб-меню. Мы больше не видим ничего, что в него вложено. Вот, пожалуйста, все. Так. Ну и также дополнительно нужно стилизовать элементы ли, которые находятся внутри этого саб-меню. Прямые дочерние элементы, прямые потомки саб-меню ли. Сами элементы ли не представляют, в принципе, какого-то интереса. А вот при наведении мышки на эти элементы ли, хочу, чтобы они меняли свой цвет. Text decoration underline, допустим, сделаем им, чтобы цвет оставался тем же, но при этом менялась подчеркиваемая. Далее. Далее. Вот, собственно, динамика. Страшная вещь, которую я обещала вам показать. Свойство называется transition. Мы будем в течение пяти секунд изменять высоту моего элемента. Транзишн хейт. Обратите внимание, при задании CSS свойств, который не очень хорошо дружит со всеми браузерами, у меня с помощью эммита появляется такая замечательная штука, как префиксы. Префиксы. Вот они. Этот транзишн используется только для веб-кит-браузера в Google Chrome Safari. Этот только для оперы. Этот используется и для Mozilla. Если бы был транзишн нерабочий для Mozilla, мы бы увидели еще префикс Moz дополнительно. И далее. Чтобы этот транзишн у нас хорошо работал, по высоте нам надо высоту сабменю как-то изменять. Меню. Внутри него вложен дочерний элемент прямой потомок Ли. При наведении мышки на прямого потомка Ли. О, как страшно это звучит. Его потомок сабменю будет что-то изменять. Что именно? Высоту элемента. Ну, допустим, давайте посчитаемся. Раз, два, три, четыре элемента высотой по 50, по 60 пикселей. У нас получается так. Ну, допустим, давайте высота 400 пикселей будет. Пока что считать не будем. Возьмем высоту на бум, проверим, как оно работает. Ну, и при наведении мышки, обратите внимание, так, отлично, появляется мое сабменю. Ну, а пока что не появляется транзишн. Так, проверяем. Все у нас хорошо. Высота сабменю была 0 пикселей. Да, у транзишн есть интересный момент. Сейчас мы проверим его без свойства. Фейт, в принципе. Так. Ну, меню у нас работает, но не работает динамик. Что ж, ничего страшного. Конечно, секунду. Да, почему-то Саблайм нам опять Эмит показал вместо секунд пиксели. Это интересно. Ну, ладно. Ок. Welcome. Вот он наш транзишн. Да. В течение пяти секунд аккуратно и ровно раскрывается и закрывается. И вот они, мои ссылочки, даже все шесть поместилось. Хотя мы, в принципе, и не считали по высоте, сколько положено быть нашему сабмену. Ну, мы также можем с помощью JavaScript динамически просчитать высоту каждого выпадающего списка, либо задать каждому отдельный класс. Если будет четыре ссылочки, то тогда такая высота. Собственно, так делается у нас динамик. Но возникает еще один интересный вопрос. Как же сделать так, чтобы эта красота работала и на мобильных версиях? Ведь если мы сейчас с вами при нажатии на F12 посмотрим в панели разработчика в responsive формате, вот, пожалуйста, мобильная версия. Такое себе меню. Нам надо как-то это динамически еще визуально изменить, чтобы это было красиво и достойно для нас, разработчиков. Собственно, для этого мне придется воспользоваться медиа. Ну, и, допустим, при максимальной ширине экрана 500 пикселей я поменяю панель меню так, чтобы она у меня из-за горизонтального формата превратилась в вертикальную. Это мои элементы ли первого уровня, те, которые вложены в класс меню. Что у них поменяется? Во-первых, дисплей блок. Во-вторых, ширина будет автоматической. Третьих, конечно же, тексты line center. У меня ссылки меню сейчас стояли по левому краю. Теперь я их буду выравнивать по центру. Ну, и background немножечко поменяем. Чтобы они у нас не сильно сливались с обложенными списками, которые такие же цвета background. Max Width 500 пикселей. И при изменении экрана сейчас, внимание, ничего не произойдет. Дело в том, что, чтобы задавать медиа, нам, конечно же, обязательно необходимо нужно прописать еще один момент. Это мета-тег для вьюпорта. Мета-нейм-вьюпорт. Конечно же, за нас это имид не сделает. И контент. Ширина экрана равна девайс-виз ширине устройства. Так, и теперь смотрим результат. О! Теперь у нас работают ссылочки уже в вертикальном формате. И обратите внимание, при нажатии на ссылку 2, в данном случае, когда мы говорим про нажатие на мобильное устройство, обратите внимание, я зажала мышку, и я ее не отвожу. Да, и еще раз. Также третий. Пошел, пошел, пошел вниз. Ну, а мы видим прям, где у меня вложенное меню заканчивается и начинается основное меню. При изменении размеров экрана, обратите внимание, у меня все куда-то ушло. Конечно же, единственный правильный способ это проверять как минимум пиксель в пиксель, а лучше уж прям на устройствах, да, обратите внимание, с 500 пикселей у меня 501, но некрасиво. Что нам сделать надо в этой ситуации? Наверное, самый лучший способ это сделать так, чтобы максимальная ширина моего мобильного отображения данного контента достигала, ну, сколько здесь получается, 625 пикселей. Меняем медиа, max width на не 500 пикселей, а 625. И проверяем теперь еще раз. Так, 625, хорошо, и 626, пожалуйста, где у меня тут вложенные списки? Вот, все нормально. Обратите внимание, как сейчас себя ведет еще и мой текст, да, показываю еще раз. Он увеличивается и как будто бы меняет цветовую гамму с белого до синий. Именно поэтому у нас в данном случае transition подразумевал только по высоте height, только по transition property height, высоте менять наш список, наше меню. И еще раз. Вот, обратите внимание, теперь у меня никакой прозрачности больше нет, и он ровно просто выпадает вниз. Ну что ж, я вам показала одни из самых основополагающих фишек, которые у нас используются на курсе HTML и CSS уровень 2. Еще раз. В презентации как раз указано все меню, которое мы делали. В данном случае было 5 вложенных списков в link 2. Добавление стилей. Как это добавляется в Emmet? С помощью Emmet, CSS макеты, стилизация основного вложенного меню, ну и также стилизация под мобильную версию. Вот он, пожалуйста, наш медиа, max width, ну в данном случае 500 пикселей. Что получилось в итоге? В итоге, после того, как мы преобразовали Emmet в CSS, обратите внимание, последний Emmet шаблон достигал 41 строчки. После преобразования 65 строчек кода преобразовалось. Быстро и емко, с помощью нажатия клавиши табуляции мы достигаем достаточно хорошего, быстрого результативного кода. Все это рассказывается на HTML и CSS уровень 2. Это один из его основных этапов. О чем говорится на курсе HTML и CSS 2? Ну, во-первых, о том, как эффективно использовать инструменты разработки, в том числе Emmet. Также все 30 CSS-фелекторов, которые существуют, их даже чуть больше. Мы об этом тоже поговорим обязательно. Ну, здесь один закрался, CSS-селектор. Вот он, пожалуйста. Это прямой дочерний потомок. С ним мы тоже обязательно поработаем. Также CSS-свойства. Мы поговорим о гибких блоках, что такое флекс-блоки, как с ними работать. Как создавать выпадающее меню с помощью транзишена. Это только одна маленькая приоткрытая зависит тайна. Транзишен и вообще свойства трансформ включает в себя очень и очень много интересных разных динамических эффектов. Мы будем изучать, учиться передвигать элементы по нашему окну и так далее. Также посмотрим, как включаются другие чужие статичные шрифты на сайте, чтобы они отображались хорошо на всех компьютерах. Ну, и самым основным, самым топовым моментом курса HTML и CSS2 является верстка по PSD-макету. Ну, если вы никогда не работали с фотошопом или работали, ну, как-то плохо, покажу, что такое фотошоп, как с ним работать, что нужно знать верстальщику, что нужно требовать от дизайнера, чтобы у нас макет хорошо работал. Ну, и, конечно же, сверстать сайтик уже для основной и мобильной версии. На это у нас будет целых восемь часов. Документы, которые вы получите по окончанию курса, вообще по окончанию любого курса в специалисте, являются свидетельства об успешном окончании курса. Ну, а если вы предоставите какие-то дополнительные документы, удостоверяющие ваше образование, среднее, среднее, специальное, высшее, то дополнительно вы будете получать либо диплом о переквалификации, пройдя дипломную программу специалистов, либо удостоверение о переквалификации профессиональной, когда вы подтвердите, что у вас уже есть высшее образование. Ну, и последним вы можете также получить свидетельство международного образца на английском языке, которое тоже можно будет направлять в другие иностранные фирмы для полноценной работы уже, может быть, за границами нашего государства. Ну что ж, наш курс HTML2 стартует уже в следующее воскресенье, ровно через неделю осталось очень мало времени, и поэтому записывайте, записывайте скорее, у нас, видите, даже целых два преподавателя на один день уже открыты, запись, пожалуйста, приходите. Ну и следующие курсы также HTML и CSS, третий уровень, не забывайте о том, что там дальше еще больше много интересного. Что касается вопросов, да, у нас уже в чате, я смотрю, много-много вопросов, первый вопрос, чем отличается EM от REM? Ну, смотрите, чем отличается EM от REM? Если я задавала font-size для элемента HTML, я задавала статичный 1 REM. И теперь для изменения размера, ну, например, ссылки А, я могу задать 2 REM, font-size, font-size 2 REM, например. И, соответственно, чему будет равен это 2 REM? Это будет 2 умноженное на 1 REM, то есть 50 пикселей. А для любого другого элемента font-size 3 REM, допустим, это будет 75 пикселей. Точка 5 REM, соответственно, 25 делить на 2. Это 12,5 пикселей. Что касается 1 EM, тут есть очень классный момент. Если я задаю классу меню размер шрифта равный, допустим, 10 пикселей, это font-size, конечно же. Ну, давайте вот так сделаем. Font-size 10 пикселей. А дальше внутри него вложен элемент ли. И я задаю ему теперь размер шрифта равный 2 EM. Это значит, что я ищу шрифт, который был у родительского элемента, и умножаю его на. Внутри элемента ли находится ссылка А. Размер шрифта будет, допустим, 0,5 EM. Font-size. Font-size точка 5 EM. Это значит в 2 раза меньше, чем у родителей. В 2 раза меньше, чем у родителей, это значит, здесь было 20 EM, здесь будет сколько? 10 пикселей. Да, абсолютно верно. То есть EM-ы – это шрифты относительно родительского элемента. REM-ы – это шрифты, всегда заданные у HTML. То есть относительно основного положения, основного сайта. Вот так вот. Итоговый код находится в презентации. Вам всем была выслана презентация, поэтому нет никакой необходимости присылать ссылку на код, который у нас сейчас здесь находится. Что такое 100VH? VH – это отличная единица измерения. VH – вообще, буковка V в данном случае – это viewport. Viewport – это размер экрана. Сейчас выйдем из формата responsive. Такая страшная штука называется на видимой области окна экрана браузера. Много слов. И все это один viewport. Обратите внимание, у меня сейчас окошко браузера, оно немножечко уменьшенное. 100% VW, 100% viewport width. И 100% VH, 100% viewport height. Высота окна, видимой области окна браузера. Уменьшаю, видимую область окна браузера. Теперь вот у меня 100VW и вот у меня 100VH. То есть это соотношение, единица измерения относительно того окошка, которое вы сейчас видите. И всегда оно по высоте будет 100%, по ширине 100%. То есть 100VH и 100VW. Хотите сделать половиночку на 50VH? Если я сейчас изменю viewport высоту контейнера на 50VH, даже могу изменить ширину контейнера на 50VH. Ну, давайте тогда вот так. 50VW и здесь 50VW. Это всегда условно-статичная единица измерения. В данный момент мы видим viewport таким форматом. Обратите внимание, так, 50VW минимальность. Ширина и высота. Обратите внимание, что у меня сейчас вот такая ширина моего viewport, и она такая же по высоте для класса контейнер. Чтобы было прям очевидно. Уменьшаю еще. Вот, пожалуйста. Ширина viewport 30% равна высоте класса контейнер. 30VW квадратик. Так, еще вопросы? Что касается данного примера на Flexbox, конечно же, я считаю, что Flexbox – это одно из лучших развитий события, да, это дальнейшее использование. Но поскольку Flexbox мы только изучаем на HTML и CSS уровень 2, а подразумевается, что после HTML и CSS уровень 1 вы еще о них не знаете, я все же выбрала именно display inlinebook. Ну и плюс повторить, что это такое и как оно работает. Литература про Emmet – это его конкретный, открытый ресурс. Еще раз давайте вернемся к нему. Emmet.io. Единственный небольшой момент – он у нас иногда падает. То есть не всегда Google позволяет нам открыть этот сайт. Но в браузере полно информации, как работает Emmet. Достаточно быстро и легко с ним разобраться. Плюс приходите к нам на курсы, и обязательно вам еще раз расскажу, как с ним работать. На этом тогда я с вами прощаюсь. Пожалуйста, приходите на курсы, записывайтесь к нам. Будем вас очень ждать. Всего хорошего. До свидания.